И снова пятница, снова здравствуйте, привет зрители, привет рыбаколюбители. Сейчас посмотрим один узелок, рассмотрим один узелок, который используется рыбаками. И посмотрим на него плюсы-минусы, преимущества и недостатки. Итак, узел называется клинч. Вяжется он легко и просто. Крючок, продеваем в ушко, делаем 5 оборотов вокруг лески. Вот здесь вот оставляем вот такое ушко. Раз, два, три, три, четыре, пять. И продеваем вот сюда вот. И продеваем его вот в этот конец. Вот эту петельку, извиняюсь. И затягиваем. Все, вот у нас узел клинч. Простой клинч, который легко вяжется, надежно держит. Единственное, что у меня, я замечал, что у меня были на леске проскальзывания. Так что, если у кого-то есть какой-то более большой опыт знаний и багаж опыта, подсказывайте. Но мне кажется, что этот узел больше подходит для шнура, чем для лески. Потому что на леске я замечал, что у меня под нагрузкой идет проскальзывание. Теперь, на каких диаметрах я обычно вяжу большие диаметры. Лесок, миллиметр, полтора. Видим, да, крючки какие. Вот, а на маленьких диаметрах не должно быть проскальзывания, даже на леске. Второй узел это улучшенный клинч. Это тот же самый клинч. Делаем вот так вот. Вот, опять, пять раз оборачиваем вокруг основной вот этой лески. Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Опять продеваем вот эту петельку. В это ушко. И теперь не затягиваем, а продеваем вот сюда. Еще вот сюда вот продеваем. И этот узел называется улучшенный клинч. И затягиваем. Вот это узел называется улучшенный клинч. Клинч, судя по названию, он должен держать лучше и крепче. Я обычно пользуюсь простым клинчем. И ничего, сильно не заморачиваюсь. Видел еще клинч, который делается на две нитки. То есть берем вот так вот нитку. Вдвое складываем. Вдвое складываем. И делаем ту же самую процедуру, что мы делали. Оборачиваем пять раз. Пять раз оборачиваем вокруг нитки, которую мы держим. Раз. Два. Раз, два. Три. Четыре. Пять. И вот эту петельку продеваем вот сюда. Это тоже узел на основании клинча. Тот же самый, только через две нитки. Затягиваем. И все. Вот эту часть обрезаем. Вот эту часть можем обрезать, можем что-то подцепить. Но будет тоже держать. Вот такой вот еще один клинч. Я таким тоже не пользуюсь, но я его знаю. Про запас держу в своем арсенале. В большинстве случаев я использую простой клинч. Простой клинч. Потому что для лесок я использую в основном паломарк нот. Да, и на шнурках я пользуюсь в основном паломарк нотом. Узлом паломар. Он как-то мне больше по душе. Но вот такой вот узел есть. Он существует. Рыбаки им пользуются. Ну а вы пишите, говорите, что и чем вы пользуетесь. Все. Всем спасибо за просмотр. До свидания. До новых встреч.